Здравствуйте! Вы смотрите программу «Саратов сегодня». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Замело. Устал уже. Устал. Никому ничего не надо. Жители сел не смогли выйти из дома из-за снега. Кто и как помогает региону с расчисткой. Люди тоже ходят, беспокоятся, смотрят на это. В Юлшанке на время прекратили кладку из-за погоды. На какой стадии объект сейчас? Листовка с ДТП. В ходе общения с вами инспектор был вежлив, объективен, тактичен. Автоинспекторы провели акцию для водителей и напомнили о безопасности. Какая температура на дворе ждет нас в среду 30 января на Антон от Перезимника? Расскажу вам я, Александр Новохацкий. Не переключайтесь. Не проехать, не пройти. Жители сотни деревень в Саратовской области сегодня не смогли выйти из дома. Их в очередной раз замело снегом. Проблем добавили еще и сильные метели. Трассы перекрыли. Водителям пришлось часами стоять на морозе. Ждали, когда расчистят дороги. В некоторых районах этим занимались сотрудники МЧС. Специалистов командировали из соседней области по просьбе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Роман Базан узнал, откуда еще прибудет помощь. В Саратове снега буквально по колено. В районах ситуация не лучше. Около сотни сел, деревень и городков. Столько населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира. Причина – снегопад, непогода не перестает удивлять. Во многих районах не ходит общественный транспорт. Дороги занесены, автомобили застревают. Ночью в регион прибыла первая помощь. Из Самары были направлены сотрудники МЧС с техникой. Помогает расчищать федеральные и региональные трассы. Фуры, которые увязли в глубоком снегу, вытаскивали с помощью БТР. А сегодня днем количество сотрудников МЧС выросло. Учитывая надвигающийся на регион снежный циклон, а также ситуацию в отдельных населенных пунктах, которые оказались отрезанными из-за снежной стихии от районных центров, прошу вас задействовать силы МЧС России для ликвидации последствий природной стихии. Непогода не обошла стороной областной центр. По словам синоптиков, в последний раз так много снега в Саратове выпадало аж в середине 80-х. Коммунальщики к такому оказались не готовы. Широкие дороги превратились в однополосные. Расчищать их старается, но мешают брошенные машины вдоль обочин. Уже месяц в Саратове наблюдаются 10-ти бальные пробки. Не расстаюсь. С баранкой меньше времени проходит через лопаты. Так что устал уже. Устал. Никому ничего не надо. Вообще не чистят? Вообще не чистят. И плюс деревья. Смотрите, машину жалко. С кого потом деньги получишь? Она сейчас грохнется на машину. Ни с кого же не получишь. Также на дорогах развернуты пункты обогрева. Всего их на территории области более 100. Водители, которые пережидают на трассах, кормят и угощают горячим чаем. Ну а за состоянием только что расчищенных дорог следят с помощью камер видеонаблюдения. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24. Остальные отряды МЧС в итоге успешно добрались до нашего региона. Сегодня днем два десятка снегоуборочных машин приступили к расчистке трасс. Это тяжелый транспорт и переделанные армейские машины. Они начали пробивать заснеженные лавины в райцентрах. Также помогут и военные. У них техника еще мощнее. Грейдеры, вездеходы и машины, которые используют для расчистки железнодорожных путей. Бороться с последствиями снегопада помогают и пензенские военнослужащие. Сегодня в наш город приехали самосвалы, погрузчики и грейдеры. Работать будут и днем, и ночью. На всех федеральных автодорогах Саратовской области снято ограничение движения для всех видов автотранспорта. Главное управление и подвесное учреждение функционирует в режиме повышенной готовности. Развернут штаб по контролю за складывающейся обстановкой. Ночью в Красноармейском муниципальном районе на трассе федерального значения Р-228 был развернут городок первоочередного жизнеобеспечения от областной службы спасения. И в продолжении темы в областном правительстве сегодня прошел брифинг заместителя председателя губернатора Романа Бусаргина. Он рассказал журналистам о сложившейся ситуации в нашем регионе. Еще раз отметил, что за декабрь-январь выпало рекордное количество снега. Сейчас в регионе работает 1200 единиц снегоуборочной техники. Пришла помощь от федерального МЧС и Министерства обороны. Работа выполняется. Я надеюсь, что на протяжении двух дней вот это напряжение и подъезда к населенным пунктам мы обеспечим. Соответственно, обведение режима чрезвычайной ситуации на сегодняшний момент говорит преждевременно. Еще раз подчеркиваю, чрезвычайной ситуации на территории Саратовской области нет. Потому что нет, слава богу, никаких человеческих жертв. Нет выполнения соответствующих условий, в рамках которых она вводится. А что касается привлечения техники и всех возможных сил и средств, я с полностью ответственностью заявляю, что на сегодняшний момент техника, включая и соседние регионы, привлечена на территорию Саратовской области. Отметил чиновник, что по Саратову задачи остаются прежние. Надо вывозить и днем, и ночью снег. Кстати, сегодня можно будет увидеть на улицах технику, которая пришла нам на помощь. Главная задача – расширить дороги, а вывозить снег из города будут до весны, отметил зампред. Из-за морозов строительство дома в Елшанке было приостановлено. Несколько дней не велась кладка. Сейчас работы продолжились. На стройку приехал и депутат Госдумы Николай Панков и член общественного совета. Напомним, в многоэтажку из трех секций переселят жители елшанских бараков. Квартира получит 256 семей. Оксана Лючева тоже следит за ходом строительных работ. Люди тоже ходят, беспокоятся, смотрят на это. Геннадий Сидышев хотел бы жить на солнечной стороне многоэтажки. Говорит, слишком намерзся. Он житель одного из злополучных бараков в Елшанке, из которых людей переселят в дом по благотворительному проекту председателя Госдумы Вячеслава Володина. Холод, холод собачий. Вот ко мне сосед приходит, они там все на электричестве, а у меня еще печка. Два часа утром, два часа вечером ее топим. 18-19 раз в квартире. Как член общественного совета Геннадий Сидышев вместе с другими жителями контролирует строительство. Сюда переедут 256 семей. Ответственность большая, поэтому контроль строгий. Так, как согласно графику мы работаем? Сегодня мы находимся в графике. Из-за морозов три дня не велась кладка, но внутри здания продолжали работу электрики, сантехники и сварщики. Так что на графике работ погода не отразилась. Да и нет задачи форсировать сроки. Главное – качество. Отдельное спасибо общественному комитету и той идее, которую Вячеслав Викторович реализовал здесь у нас. Вот создали общественный комитет и на школе «Аврора», на других строительных объектах здесь у вас. И четко просматривайте график. Для чего нам нужно? У нас нет задачи куда-то гнать, спешить. Но если мы говорим, что объект зафинансирован, а он строится на спонсорские деньги, то мы должны понимать, что они вами контролируются. Стройка дома началась благодаря инициативе спикера Госдома Вячеслава Володина. Жители 23-х бараков в Юшанке пожаловались ему на невыносимые условия жизни. Их ветки и лачуги строили еще пленные немцы. Там нет ни воды, ни отопления, а туалет с душем на улице. Собственно, это проблема всего жилого фонда старого города Саратова ветхость. И, конечно, что касается Юшанки, мы постараемся этот вопрос решить за счет дома, который у нас на благотворительное средство сейчас строится. Жители говорят, что вступили в Новый год с новыми надеждами. Помимо дома в Юшанке реализуется еще ряд проектов Вячеслава Володина. Среди них комплексное благоустройство поселка и реконструкция гимназии. Оксана Ильичева, Максим Поставалов, Саратов, 24. Напомнили о безопасности в городе и за его пределами. Сотрудники областной автоинспекции провели очередную акцию для всех автолюбителей. Она была направлена на пропаганду соблюдения правил дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы раздавали водителям памятки с фотографиями аварии, чтобы всегда помнили, чем чревато нарушение правил. В рейд с инспекторами отправилась Анна Заболуева. Сегодня на въезде в город, в районе Гусельского моста, сотрудники госавтоинспекции провели акцию «Соблюдай ПДД, не рискуй жизнью». Акция направлена на пропаганду соблюдения правил дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий, в том числе на автодорогах вне населенных пунктов. Сегодня мы вышли с такой необычной акции, чтобы призвать водителей, которые выезжают на дальние расстояния, не рисковать жизнью и соблюдать правила дорожного движения. Зачастую именно дорожно-транспортные происшествия, которые произошли на автодорогах вне населенных пунктах, уносят жизни. Поэтому мы призываем быть очень внимательными, очень осторожными и, конечно же, не выезжать в такие погодные условия на автодороге вне населенных пунктах. Сотрудники ГИБДД вручили водителям памятки с фотографиями дорожно-транспортных происшествий, произошедших в январе 2019 года, в которых погибли люди. Также на листовках размещена статистика аварий по итогам 2018 года. Кроме того, водителям напомнили о безопасности на автодорогах вне населенных пунктов. По мнению сотрудников ГИБДД, такие меры эффективнее всего действуют на автолюбителей и помогают предотвратить как минимум 10-15 аварий, произошедших по неосторожности или невнимательности водителя. Помимо этого, контрольно-профилактический отдел проводит анкетирование водителей, чтобы узнать, довольны ли автолюбители работой сотрудников госавтоинспекции и получали ли от них предложения о взятках. Как правило, о нарушениях водители сообщают анонимно. В ходе общения с вами инспектор был вежлив, объективен, тактичен? Вообще сейчас молодые ребята очень приятные. Хорошо общаются, это хорошо. Сегодняшняя акция показала, что жалоб нет, все водители довольны. Все хорошо, претензий госавтоинспекции нет. А вообще поступают жалобы вам? Ну вот, сколько мы проводили анкетирование, в рамках анкетирования водители не жалуются. А так, в госавтоинспекцию жалобы на действия инспекторов поступают. По словам сотрудников ГИБДД, каждый день в городе происходит около 100 аварий. Из них в среднем три с пострадавшими. Сотрудники госавтоинспекции ежедневно проводят различные мероприятия, помогающие уменьшить количество ДТП. Но самой действенной мере все так же остается соблюдение правил дорожного движения. Анна Заболуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Подробнее о погоде в нашем регионе расскажет Александр Новохадский сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Никогда нельзя искать причину зла в других. Ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем лучше всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человеку научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче, собственно, примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова отдых, свадьбу или ремонт. В честь 15-летия принимаем сбережения под 15% годовых на 15 месяцев. Сбережения от 10 тысяч рублей. Просто, выгодно, надежно. Гарант кредит. Здравствуйте. В среду 30 января на преподобного Антония Великого в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывистый. Днем до минус 7, а вот ночью до минус 19. 4 февраля по многочисленным просьбам жителей Саратова Лаптев Андрей Викторович проводит авторский тренинг «Я страстно хочу похудеть». Информация на сайте докторлаптев.ру В Саратове и Энгельсе снег маловероятен. Температура днем до 10 градусов, а ночью до 16 ниже нуля. Атмосферное давление около 762 миллиметров в ртутную столба. Подмечено, что если в этот день случались оттепели, а следом за ними приходили сильные морозы. Салон меха госпожа Метелица поздравляет вас с Новым годом и Рождеством. Он приглашает вас за шикарными шубами, модными дубленками, а также новинками, теплыми пуховиками и актуальными в этом сезоне парками. Кредит, рассрочка и скидки. Салон меха госпожа Метелица на Степана Разина 54. Всем всего доброго. Берегите себя. Увидимся. Госпожа Метелица. Здесь вас ждет огромный выбор шуб и дубленок. И скидки до 30%. Добро пожаловать в царство меха. Улица Степана. Разина 54. Действует кредит. Мы продолжаем знакомить вас с новостями. Работаем в прямом эфире. В Центробанке предлагают предоставлять ипотечные каникулы россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщают РИА Новости. Такое возможно, если, к примеру, заемщик потерял работу, а его платежи превышают 50% текущего дохода. Освободиться от выплат можно будет максимум на год. При этом каждый отдельно взятый отдых не может длиться более 6 месяцев. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». В школах нужны специальные уроки, посвященные раннему материнству. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщины и детей Оксана Пушкина. Информация появилась на сайте агентства «Москва». По словам депутата, работа должна быть комплексной с участием психологов, педагогов и родителей. А вот чему именно будут учить молодых матерей на таких занятиях, не уточняется. Офисным работникам больше не придется проходить медосмотр. С такой инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты, сообщают известия. Они предлагают отменить обязательное медицинское обследование тем, чья деятельность связана с работой за компьютером. И в сумме составляет не менее 50% трудового времени. Предполагается, что инициатива вступит в силу в августе этого года. Топ-менеджера Росгеологии Руслана Горинга уволили за матерное видео и просьбу стучать. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, в сети появилось видео, где Горинг играет в онлайн-игру и в нецензурных выражениях общается с подчиненной. Он объясняет женщине, что ее основная задача на работе – стучать. А после этого он попросил женщину рассказать другим игрокам о том, как уволил ее, но потом вернул на работу. Министерство труда разрабатывает новую потребительскую корзину для россиян. С учетом добавленных продуктов она станет полезнее, но дороже на 30%. Специалисты предложили внести изменения в питание граждан. Они считают, что в новый рацион россиян необходимо добавить на 5% больше мяса, на 16% рыбы, на 14% творога и яиц, а также на 11% птицы. Потребительскую корзину должны обновить к 2021 году. И с учетом роста цен она станет дороже. Также специалисты определяют и прожиточный минимум. Напомним, что вокруг потребительской корзины в Саратове возник скандал. Экс-министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова рассказала, как можно питаться на прожиточный минимум в 3500 рублей в месяц. После чиновника уволили. Подняли всех. В России завершились очередные масштабные военные учения. Они были не запланированы. Тревогу объявили в Поволжье, Сибири и Урале. Солдаты отрабатывали маневры с техникой в лютый мороз. Куда больше повезло военным, которые служат в Таджикистане и Киргизии. Эти базы также задействовали в учениях. А в Центральной Азии сейчас тепло. О том, как прошла проверка войск, в нашей рубрике без комментариев. КОНЕЦ Надо понимать, что мы лишь часть. Общего стратегического плана действий противника. КОНЕЦ Возбудили 10 уголовных дел за контрабанду. Представители таможенной службы подвели итоги работы за прошлый год. В пресс-центре московский комсомолец, спикеры, рассказали, что из незаконного оборота изъяли больше 400 граммов запрещенных наркотических веществ. Семер злоумышленников отправились за решетку. Больше 50 административных дел возбудили по факту ввоза контрафакта на территорию региона. Общая сумма незаконной продукции составила больше 900 миллионов рублей. В основном пытались провести игрушки и вещи. В 2018 году нами было выявлено 104 177 единиц контрафактной продукции. При этом возбуждено 70 дел об административных правонарушениях. Наиболее часто подделываются такие товарные знаки, как Луи Виттон, Шанель, Ла Коста, Левайс. Играли лучше, но этого оказалось недостаточно. Накануне саратовские баскетболисты на своем паркете принимали четверть финалиста Евролиги подмосковные Химки. Игра проходила в рамках регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. С первых минут началась напряженная борьба. На большой перерыв Химки ушли всего с трехочковым преимуществом 50-47. В третьей четверти черно-белые были лучше, но в заключительном отрезке гости ушли вперед. Итог 92-100 не в пользу Автодора. Это третье подряд поражение Автодора, реванш перед болельщиками, может состояться уже завтра. На паркете Звездного Автодор принимает нидерландский Лейден в рамках Кубка Фиба Европа. Тяжелое поражение для нас против хорошей команды. Мы боролись до конца и приложили все усилия, чтобы победить. Теперь должны быть готовыми к предстоящим матчам, чтобы выйти и начать победную серию. Мы вновь показали, что у нас очень хорошее качество игры в нападении. Мы способны набирать более 90 очков против любой команды, даже уровней Евролиги. Но у нас по-прежнему много проблем в защите. Нельзя выиграть такой матч, когда пропускаешь 100 очков. Теперь мы должны идти дальше и начать готовиться к очень важному домашнему поединку против Лейдена уже в среду. И к этому часу все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин